здравствуйте друзья наконец-то я могу показать вам что-то удивительное чего многие из вас не видели потому что эта штука видимо одна в россии единственная и она сейчас у меня приобрел я ее недавно на авито меня отговаривали друзья такая ручка сбоку интересная отговаривали потому что дескать эта штука не красивая здесь вот такие вот гнезда входа выхода другая боковая панель с ножками с маленькими чтоб ставить верхняя крышка вот такого интересного профиля и передняя панель но когда его отмыл частично не такой он уже стал и некрасивый это магнитофон как многие из вас догадались вот его замечательные органы управления это уровень записи для микрофона и для универсального входа громкость тембр басы тембр высокие все уже регуляторы были на демпфирующей жидкости навязкой крутится приятно это 66 год аппарат выпущен в бельгии судя по всему насколько мне удалось нарыть информации 66 году табличка заводская у него есть нашлась внутри через год он был куплен нашими туристами в алжирской народной республике и привезен сюда пользовались им видимо аккуратно потому что видите нету никаких потертостей хотя механика со следами износа то есть видно что он эксплуатировался но эксплуатировался чистыми руками практически нет никаких дурацких наклеек картинок вот правда одна как есть но я постараюсь ее отмыть следы от картинки от наклейки все остальное чисто сейчас откроем крышечку покажу что внутри а внутри вот такой вот красавчик шик и блеск смотрите алюминиевые накладки надписи все абсолютно никаких тебе царапин никаких заусенцев все чисто замечательные белоснежные зубки управление у него рояльного типа клавишная у него четырехразрядный счетчик что очень редко в наших краях было в то время четыре разряда позволяют и большее количество ленты намотать там 750 метров и сколько хотите и более точно искать паузы между песнями потому что более чувствительный разряд никогда не помешает лампа уровня записи уровень записи кстати у него пишут что можно автоматом ставить а можно регуляторами в зависимости от как вы хотите в качестве диктофона если используете то автоматом очень удобно 4 скорости 4 не 3 не 2 а 4 скорости начиная от 2 заканчивая 19 вот вторая скорость это диктофон и тут автоматическая регулировка уровня записи очень даже и не помешает если она здесь есть потому что точно информации нет я смотрел информацию о подобных аппаратах о клонах так сказать я их несколько штук клонов насчитал но именно такого аппарата я больше не нашел если кто-то найдет поделитесь информацией буду признателен этот аппарат называется сиера с одним с одной буквой r не сиерра который полно вокруг а именно сиера это совсем разные говорится вещи модель этой сиеры с а 9131 а дробь 00 сиера с а латинские буквы с сергей анатолий 9131 а косая черта 00 это бельгия 66 год у у этой фирмы сиера была достаточно большая номенклатура изделий я смотрел в радиомузее они выпускали все и виниловые проигрыватели и радиоприемники и усилители и магнитофоны вот следующая модель у них уже была полностью транзисторная это гибридная модель в нем 6 транзисторов и 4 лампы включая индикаторная транзисторы все германевые подозреваю что этот аппарат стерео до линейного выхода почему я так подозреваю потому что здесь присутствует надпись стерео возле гнезда между гнездом микрофона и между гнездом входа или выхода не знаю что это такое значки тут не современные ну вот микрофон видно есть еще дистанционное управление вход многофункциональное не знаю что она там позволяет но штырьков задействовано много не просто электромагнит и есть выход на акустическую систему вот так катушки полноразмерные 18 большие крышка блока головок съемная вот таким красивым винтиком закручена с такими шлицами звездочкой солнышком очень удобно доступ к головкам обеспечивается замечательно в нем есть и автостоп в нем есть и у регулятора громкости тон компенсация переключение чего-то я так подозреваю переключение входов сетевой выключатель два положения всего включена выключена вот еще там много много вкусностей в частности вот этот вот большой динамик который здесь есть бумажный широкополосный подозреваю что он звучит просто шикарно он работает от двухтактного лампового усилителя двухтактный маленький небольшой трансформатор звуковой но нагружен на 2 на 2 полноценных мощных пинтода ну аналог ближайший аналог 6p 15p ну или 6p 14p цоколевка конечно другая колба ламп другая магнитофончик интересный интересно его посмотреть параметры обещают неплохие 40 до 18 тысяч герц на 19 скорости но это все я находил информацию о клонах клоны отличаются там у кого-то две скорости у кого-то 3 у этого 4 вот у кого-то только три ручки вот этих ручек нет регулировки уровня там только автоматически регулировка усиления записи вот у кого-то еще там что-то в общем всякое всякие разные хотя внешне похожи несколько моделей я нашел в следующем видео я покажу скриншоты с этими моделями а вы пока может кто узнал эту модель поделитесь информацией но я не нашел ни на наших сайтах чуть-чуть нашел на зарубежных в яндексе можно вообще не искать глухо как в танке в гугле еще кое-что есть но в основном все англоязычное напомню аппарат бельгийский 66 года куплен в алжирской народной республике в шестьдесят седьмом году и вот такой он чистенький хотя эксплуатировался прилично потому что механический износ присутствует в стойке со следами износа вот автостоп в нем есть головка уже заменена головка стоит пермалоевая ноль сорок первая такая как стояла в астрах сто десятых вот и в двести седьмых в двести девятых наверное да в общем с головками проблем не будет головку можно сюда поставить любую потому что усилитель записи воспроизведения транзисторный а дальше ламповый интересная замечательная комбинация то что народ сейчас любит германии и лампы вот оно все тут есть осталось все это до конца ревизию сделать посмотреть в каком состоянии электролиты тут их целая куча но я подозреваю что они в хорошем состоянии двигатель я включал в прекрасном состоянии просто шепчет вообще не слышно ну и система привода тут хитрая роликово-пасековая передача на маховик и четырехступенчатый шкив в общем надо будет с этим делом поработать потому что промежуточные ролики стояли не в положении останов на них получились вмятинки от долгого стояния на одном месте надо будет с ними как-то бороться дать им время расправиться распарить их как-то там проварить пропарить прогреть просушить может быть даже немножечко проточить в общем буду заниматься что когда сделаю сразу с вами поделюсь оставайтесь на связи всего вам доброго до новых встреч